Я посмотрю, погадаю тебе на линию жизни. На наших тренировках постоянно какое-то волшебство происходит. Это же известная поговорка, сочинцы не купаются. Ну да, да. Понятно, да. Алтайцы не сплавляются. Какая-то сказочная к нам приехала женщина. То, на что не может, может быть, решиться даже обычный человек, обычный взрослый. Вот он, вот он сидит. Мы решили так, что наши дети должны пробовать все. А что, в республике Алтай не нужны юристы? Там одни шаманы, что ли? Фактически мы влюбляли и влюбляем до сих пор всех в наш Алтай. Великий Алтай. Все, не могу больше терпеть. Еду к вам. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Сергей Белголовцев. Это Лига мечты. Знаете, я вот что подумал сегодня? Что взрослые люди очень редко способны изменить свою устоявшуюся жизнь. Я вот, например, на такое бы никогда не решился. А наша сегодняшняя гостья не побоялась сделать это даже два раза. О том, что побудила ее на решительные перемены и довольна ли она своей жизнью сейчас, нам расскажет шеф-инструктор Лиги мечты из республики Алтай Галина Ермолова. Галь, здравствуйте. Здравствуйте. Галь, ну вот смотрите. Вот я заглядываю, знаете, как цыган. Взял вашу руку, дайте мне руку. Так, дайте вот так. Да, я посмотрю, погадаю тебе на линию жизни. Галина, ты же была преуспевающим юристом. Ну, юрист всегда нужен людям. Зарабатывал, наверное, хорошие деньги. И в какой-то момент ты берешь, все бросаешь и становишься инструктором по горным лыжам. Ну, в 2010 году мы решили переехать из города Тюмени в республику Алтай. Правильное решение. Да. Как это все сейчас говорят, да, и мы тоже решили свое время проверить. Поехали в места силы, в поисках шамбалы. В общем, и все, что с этим связано. Дырка в небе. Да. Мораловые ванны. Да. И поэтому, вот, как вы сказали, резко поменяло, получается, свое направление своей деятельности. Позволь, позволь. Ну, что, а что, в республике Алтай не нужны юристы? Там одни шаманы, что ли, и оленеводы, и горнолыжники. Нет же? Нет, юристы тоже нужны. Но в силу специфики мы переехали жить совсем с деревни, из города, в котором мы раньше... В деревню. В деревню. И мы стали жить рядом с горнолыжным комплексом, всесезонным курортом Монжирок. Поэтому, ну, как говорится, ворота открылись, вот она, шамбала, и мы начали этим заниматься. Скажи, пожалуйста, ну, ты занималась как бы горными лыжами до этого? Спортом вообще каким-то? Да, мы с детства, ну, то есть со своим супругом, мы практически с детства в спорте. Как раз все, что связано с горными лыжами, участники и соревнований всероссийского формата, и даже международных кубков мира среди любителей. Вот, поэтому, ну, да. То есть вы были подкованными спортсменами? Да, в этом направлении, да. Перед тем, как принять это решение? Ну, это хорошо. Это именно то, чем мы хотели заниматься, и так получилось, что мы приехали в то место, где как раз это стало возможным заниматься. Не, ну, для меня правда, это вот, это очень, вот, даже, я даже представить мне страшно, что я вот, там, живу в городе в этом густонаселенном, и иногда ужасаясь от того, насколько он густонаселенный, и чтобы я куда-то переехал, и там, я не знаю, стал, не знаю, экскурсоводом или егерем каким-нибудь, это для меня представить абсолютно невозможно. После этого Галя становится еще и инструктором программы «Лыжи мечты». Это как происходит? Ну, работая уже инструктором по горным лыжам, совершенно случайно, ну, вот абсолютно такая встреча, которая не должна была бы произойти, но она произошла. Я познакомилась с мамой двух девочек с ДЦП, и ей как раз острый был необходим в тот момент инструктор. И мы начали с ней работать, и когда Татьяна Михайлова, она ехала со спуска вниз, я ее учила, да, горнолыжной технике, а когда мы поднимались на подъемнике вверх, она мне рассказывала, какой замечательный проект «Лыга мечты», на тот момент это были «Лыжи мечты», с которым они познакомились в Новокузнецке. Но до Новокузнецка, да, необходимо достаточно долго ехать, и это было у ее девочек, двух близняшек с ДЦП, такие разовые выезды, и мы с ней по итогам этих разговоров, мы с ней решили, что такой проект должен быть запущен у нас в республике Алтай. И это было в марте в месяце, и с сентября месяца мы начали над этим вопросом работать, и в ноябре 2016 года мы запустили проект «Лыга мечты» у нас в республике Алтай, но фактически на территории Алтая, республики Алтай, Алтайского края, как вы уже правильно поняли, что это два разных субъекта. Два разных субъекта. Я недавно был в городе Барнауле и сделал для себя большое географическое открытие. Оказывается, есть республика Алтай и есть Алтайский край. Вот делюсь и с вами этим своим откровением, открытием. Вы запускали программу «Лыга мечты» как социальный предприниматель. Это в любом случае риск, это в любом случае некая такая неведомая для вас история. Были ли какие-то опасения, страх? Страха как такового не было, но было безусловно волнение, потому что это новое направление деятельности и для меня было, будучи инструктором, но на тот уже момент инструктором, в том числе и проекта «Лыга мечты». И, конечно, именно тогда, в 2016 году, и у проекта «Лыжи мечты» это был первый комплексный договор, который они заключили с индивидуальным предпринимателем. Поэтому, ну, скажем так, мы вместе начали работать в этом направлении, и я думаю, для двух сторон это было определенное волнение. Но была поддержка? Но была поддержка? Вы были вместе, вышли в одной упряжке, да? Да, совершенно верно. То есть и информационная поддержка, безусловно, и организационная поддержка, ну, просто действительно в такой работе, особенно в новом направлении, одному, ну, фактически не справятся. А когда вместе, тогда и веселей, шарит. Субтитры подогнал «Симон» Вы начали уникальную программу по водным видам спорта, да? Как эта идея пришла в голову? Ну, достаточно долго уже работая в проекте «Лыжи мечты», да, и понимая всю ту работу, которую мы делаем, и будучи при этом любителем каякером... Каяк – это лодка, да? На которой человек... Полиэтиленовая лодка, да? Вот такая, да? Вот так гребет? Нет, весло такое двухлопастное, вот так гребет. Да, чем отличается от байдарки? Ну, во-первых, полиэтиленовая, во-вторых, ну, то есть подвержена, больше подвержена переворотам. Это называется каяк. Каякеры – это, соответственно, те, кто любят каяк. Но очень дружественные виды спорта. Байдарка и каяк, в принципе, практически одно и то же. Ну, вот каяк стал отдельный вид спорта сейчас. Да, это отдельный вид спорта, это как раз для наших горных рек. Да. Да. Да, Алтай – это горные реки. Это горные реки, да. Очень распространенные среди каякеров всей России, да что там и иностранных тоже каякеров, как раз-таки реки уровня. Начиная от первого, заканчивая там пятым, четвертым. Да, в республике Алтай. То есть у вас соревнования, к вам приезжают и там… Соревнования, всевозможные туры, всевозможные сплавы. Класс. То есть это именно тем, чем славится республика Алтай. Понимая всю вот эту структуру движений и все те группы мышц, которые задействованы у нас при данной работе, мне очень хотелось попробовать его как раз в качестве реабилитационных занятий для наших детей. Гребля – это же… Тут работает все. Спина, грудь, плечи, пресс, ноги. Ты должен, да, как следует еще и ногами себе помогать. Абсолютно все группы мышц задействованы в этом процессе. Причем даже удивительно то, что управляем мы каяком, да, кайком, простите, не веслом, не руками, а ногами. И как раз для наших детей с опорно-двигательными нарушениями это очень классная реабилитационная работа. Очень классная работа на вот как раз-таки эти слабые группы мышц. Великолепно. Великолепно. Это, возможно, еще и покруче горных лыж будет. Нагрузка и как бы комплексность. Комплексная нагрузка, да. Можно даже так рассмотреть. И учитывая, вот у нас, например, 2020 год, был очень жаркий год, и мы, честно говоря, просто нырнули в эту работу, потому что помимо того, что мы занимаемся физическими нагрузками с нашими детьми, используя данные плавсредства, мы еще потом очень много плаваем, очень много загораем. То есть фактически это два вида спорта, да, которые задействованы уже, еще плюс плавание и еще плюс закаливание. То есть то, что так необходимо нашим детям, у которых как раз-таки иммунитет не такой сильный. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. То есть сейчас в этой программе плавание и каяк, да? Основное, да, каяк. Дальше, как вы сказали, это байдарка. И сабординг. То есть три плавсредства, которые у нас как раз-таки вошли... Сабординг – это стоя с веслом. Да, да, с веслом. О, это прелесть. То есть это три плавсредства, которые у нас как раз вошли в методику по водным видам спорта для детей с особенностями развития. А вы же написали даже методическую работу об этом. Да, совместно с шеф-инструктором проекта «Лига мечты» Хедировой Ольгой мы разработали, написали методичку по данному направлению. Активно сейчас она используется, активно сейчас проходит обучение уже инструкторы по водным видам спорта в проекте «Лига мечты». И активно применяется уже во всех уголках России. Что в этой методичке? Четкий порядок действия по обучению детей данным видам спорта. То есть такой некий алгоритм для инструктора, для того, чтобы, соответственно, ребенку тоже было это и просто, и интересно, а самое главное – и эффективно. Ну, то есть это же основные постулаты для наших детей, да? Просто, интересно и полезно. Да. Это действительно же комплексная история. То есть это вот каякинг, это все группы мышц, саббординг, это равновесие, да? Да. Это вестибулярный аппарат, это ух, это… Слушайте, это я к вам приеду. Мы еще организуем настоящие сплавы по реке Катунь для наших детей с особенностями развития. Ну, вот это уже… На рафтах, да. Ну, вот это уже издевательство. Это чтобы вы уже окончательно решили к нам приехать. То, на что не может, может быть, решиться даже обычный человек, обычный взрослый. Вот он сидит, обычный взрослый. Мы решили так, что наши дети должны пробовать все. Рассказывай. Это плод. Правильно я понимаю? Рафт. Рафт – это плод. Ну, это большая надувная лодка, если так можно сказать. С бортами. Да, с бортами. Сидит на плоту. Десять детей с ДЦП. Вот. Значит, плывут по какой-то реке. Половина из них уже описывалась, а половину только собирается. Так, что ли, это происходит? Ну, они не сидят, они грибут. А это немножко по-другому, да? Они грибут. Они вовлекаются в этот процесс и в этот вид спорта. Потрясающе. Более того, они грибут не просто по ровной поверхности, да, а по реке Катунь, где течение, где есть пороги, где есть бочки. Ну, пороги же не очень высокие, наверное. Ну, безусловно, это не совсем экстремальные сплавы. Это средняя и нижняя Катунь. Ну, то, что предлагает Алтай любому начинающему туристу, то есть обычному, нормотипичному взрослому или ребенку. Невероятно. Да, и чем это классно и чем это уникально, тем, что даже наши алтайские родители, которые живут у нас в республике Алтай, ну, все детство, всю свою юность и всю свою взрослую жизнь, они первый раз в прошлом или в этом году попробовали настоящий сплав. То есть то, ради чего к нам едут со всего мира, наши республиканские родители смогли попробовать с нами вот буквально вот этим летом. Ну, это же неизвестная поговорка, сочинцы не купаются. Ну, да, да. Ну, понятно, да. Алтайцы не сплавляются. Да, Алтайцы не сплавляются. Вы еще проводите старты мечты. Да. Это горнолыжная история или вот именно водная? Пока это горнолыжная история. Вот мы сейчас провели 14 марта на всесезонном курорте Монжерок всероссийские старты мечты по горным лыжам в 2024 году. И получились они такие классные, фееричные, очень интересные с точки зрения как раз-таки приезжих спортсменов. Потому что кто-то также посетил Алтай впервые, кто-то увидел эти все красоты и кто-то смог принять участие в достаточно таком серьезном уровне соревнований. И в том числе это было очень полезно для наших детей, потому что, учитывая то, что мы были на своей территории, мы смогли получить более расширенную квоту. Мы выиграли все призы. И вы выиграли все призы, почему нет? Нет, не все, мы поделились. Давай объясним, давай объясним, что это такое. Это со всей страны приезжают ребята с особенностями развития, которые занимаются горными лыжами. Занимались где-то у себя там в разных регионах. И вот старты мечты. Они, представляете, все съезжаются, собираются и соревнуются между собой. Вы можете представить себе, что это такое для них? Какое это для них счастье? Какой это для них восторг? Вот он там вот где-нибудь у себя сидел, он никогда в жизни там не выезжал, условно, за границей, я не знаю, Челябинской области. И вот этот паренек или девчонка оказался вот на этих соревнованиях. Все по-честному. Секундомеры, судьи, инструкторы, флаги, музыка. Я думаю, что среднестатистически нормотипичный мальчик от этого у него бы оторвало голову. В хорошем смысле этого слова. Представляете, что делается с таким ребенком, с ОВЗ? Да, совершенно верно. И самое главное, что это большая мотивация для наших детей, для наших спортсменов. Во-первых, продолжать тренировки. Ну, конечно. А во-вторых, продолжать их эффективно. Для начала, чтобы попасть на этот праздник. А во-вторых, чтобы выступить достойно на этом празднике. И наши ребята, которые даже такими со сложными очень диагнозами, смогли просто перепрыгнуть через голову, можно так сказать. Ура! Красавчики! Сколько у вас инструкторов? Вы как их обучаете сами или что, или как все это происходит? У нас сейчас работает 10 инструкторов. И да, я являюсь шеф-инструктором проекта «Лига мечты» по горным лыжам, по роллерспорту, по водным видам спорта, по спортивным командным видам спорта в том числе. Поэтому у нас есть такая возможность, в принципе, проводить любые курсы на нашей территории, что, конечно, безусловно, мотивирует ребят. Потому что куда-то уехать достаточно сложно, как правило, бывает в отсутствии временного или финансового ресурса. Ну, понятно. А здесь на месте мы можем организовать обучение по вот этим направлениям спорта. Здорово! Знаешь, что еще огромные соревнования по роликам готовятся? По роллерспорту, да? Да. Как раз-таки с 13 по 16 июня у нас пройдут всероссийские соревнования «Лига мечты», проекта «Лига мечты», но уже по роллерспорту. И мы очень рады, что у нас республика, мне кажется, это впервые такая возможность, когда один субъект принимает сразу два таких, ну, скажем, больших и значимых спортивных события проекта «Лига мечты» и в жизни наших детей. Вы проводите семейные смены, я вот это прям для меня вообще какая-то, я узнал когда об этом, я был прям на седьмом небе. Расскажите про это поподробнее. Да, мы два года подряд проводили семейные смены, как раз-таки связанные с развитием водных направлений, когда к нам также со всей России приезжали смены, ой, приезжали семьи с детьми с особенностями развития, и мы проводили все возможные спортивные, реабилитационные занятия. Более того, мы показывали, раскрывали им Алтай, показывали наши достопримечательности, наши особенности, вот, и, ну, фактически мы влюбляли и влюбляем до сих пор всех в наш Алтай, великий Алтай. Все, все, больше не могу терпеть, все, не могу больше терпеть, еду к вам. Двое детей у вас помогают в ваших начинаниях? Да, безусловно. Конечно, помогают, когда один из родителей чем-то увлечен, не может быть, чтобы вся семья стояла в стороне. Более того, не только дети, но и супруг мой уже в проекте «Лига мечты» фактически работает. А мой старший ребенок, он стал самым молодым инструктором проекта «Лига мечты» по роллер-спорту, и дальше продолжил обучение, и самым молодым инструктором в России национальной лиги инструкторов категории С. И не то, что помогает, он уже фактически работает в этом проекте. Мы в такой связке семейной с ним уже дальше постоянно взаимодействуем. Какая-то сказочная к нам приехала женщина. Расскажите об успехах ваших спортсменов, что они уже выиграли у вас. Ну, помимо того, что на всероссийских стартах по горным лыжам, вы совершенно верно отметили, что в каждой категории наши спортсмены были либо чемпионами, либо в призах. Ну, а если даже не были, ну, скажем так, фактически в призах, ну, кто-то, например, проехал самостоятельно, да, ребенок с ДЦП проехал самостоятельно сложенную трассу с лалом. Ну, это тоже, это победа. Это победа, безусловно, да. Абсолютно. А так вообще на наших тренировках постоянно какое-то волшебство происходит. И мы уже, ну, действительно восхищаемся и нашими детьми, но и в том числе вот этой всей работой, которая была организована проектом Лига Мечты. Потому что, например, наш ребенок, который занимался только проектом Лига Мечты горные лыжи, после двух лет, но достаточно плотных тренировок, он с ДЦП, сложная форма, он смог сделать 10 самостоятельных шагов. И, да, мы когда с ним ездили на всероссийские старты в Кировск, я очень четко это запомнила, как эти, вот, как эта работа и как эти соревнования мотивируют наших детей. Мы с ним идем, я его держу просто за руку, и он идет. Вот, ну, просто как обычные люди, да, и потом только я вспоминаю, что это ребенок с ДЦП, который, собственно говоря, у меня без... Этого не должен делать. Этого не должен делать. Я это все проглотила, и мы дальше идем, просто с мамой переглядываясь и со слезами вытирая их. Или когда мы, например, подъезжаем к траволатору, подъемнику у нас, и ребенок, который не говорит, показывает мне на лыжи и говорит снять. Ну, вот это тоже, да, вы представляете, инструктор, например, который это услышал, и вот такое отспенение 5 секунд, и мы просто таки не можем поверить. Ну, а потом, когда приходим в сознание, начинаем работать дальше. И такие волшебства происходят постоянно. Ну, вот еще один случай тоже не могу пройти, тем более он связан с каякингом, о котором мы говорили. А в течение часа ребенок у меня, в течение 45 минут, ну, у нас тренировка час, да, ребенок особо не хотел грести, выкидывал постоянно весло, и приходилось постоянно менять мотивацию, что-то новое находить. Наконец-то 15 минут, вот последние 15 минут я нашла эту мотивацию, и мы начали грести. Звонит мне вечером мама, и вся с восторгом, спасибо, спасибо, он начал есть самостоятельно. Вот, Сергей, 15 минут. То есть сначала взял большую ложку, а потом и маленькую взял, да? Да, ну, это же разве не волшебство? Это волшебство. И ты, Галь, просто ты волшебница. Ребята, мы сегодня познакомились, с волшебницей, вот, и я в восторге от сегодняшней беседы, и я уже одной ногой, сейчас я определю какой, наверное, правой, я уже на Алтае. Ну, что я вам хочу сказать, вы подписывайтесь на канал, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось, вот, а я уверен, что сегодняшняя беседа не могла не понравиться. Пишите комментарии, нам очень интересно, что вы думаете о наших выпусках. Галя, руку давай мне, пожалуйста. У меня в гостях была Галина Ермолова, шеф-инструктор Лиги Мечты из республики Алтай. Мы вам желаем счастья, любви, удачи, всего самого наилучшего. И помните, мы... Вместе! Субтитры подогнал «Симон»!